В этот день, 10 лет назад, был принят закон о создании общественной палаты в Чувашской Республике. Сегодня глава региона Олег Николаев пообщался с председателями общественных советов, чтобы подвести итоги работы и наметить планы на будущее. Встреча прошла в режиме ВКС. Эффективность работы этой общественной структуры трудно переоценить. С начала работы Государственного совета Чувашской Республики 6-го созыва, а это с сентября 2016 года, парламентом Республики всего принято 463 закона Чувашской Республики. И все они прошли общественные экспертизы именно через общественную палату Чувашской Республики. Такое взаимодействие, на наш взгляд, конечно же, способствует принятию парламентом Чуваши выверенных законодательных актов и извешенных решений. Экспертиза законодательных актов, контроль за их соблюдением, поддержка волонтерского движения, работа штабов наблюдателей. Общественная палата всегда в гоще дел. Она активно сотрудничает с органами власти и решает многие проблемы, волнующие гражданских активистов. Именно общественники обеспечили открытость и прозрачность выборов в сентябре прошлого года. Конечно же, вы активно участвовали и обеспечивали соблюдение интересов, я бы так сказал, всех участников этого процесса. И ваша площадка служила очень такой правильной составляющей всего этого процесса, потому что это и некая нейтральная площадка, с другой стороны, площадка, которая объединяет и политические партии, и общественные организации, ну и, конечно же, самих участников этого процесса. Ну и, конечно же, нам с вами очень важно всю ту работу, которую мы с вами начали, и продолжить дальше. Нынешний год не станет исключением. Осенью жителям республики предстоит выбрать новый состав Госсовета и депутатов Госдумы от Чувашии. Работа предстоит серьезная. В обществе есть настрой на перемены. Руководитель аппарата общественной палаты Евгений Бондарев выступил с предложением проводить в общественной палате так называемые нулевые чтения, обсуждать параметры бюджета до утверждения его в Госсовете. Инициатива поддержана единогласно. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика.